Беседа 53. Деяния 26.30 Когда он сказал это, царь и правитель Вереника и сидевшие с ним встали. И отошедши в сторону говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или узб не делает. И сказал Агриппофесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю. Смотри, какой приговор опять произносят. И после того, как было сказано «безумствуешь», признают его свободным не только от смерти, но и от узб, и совершенно отпустили бы, если бы он не потребовал суда у кесаря. Но это случилось по смотрению Божию. И не только это, но и то, что он отправился в узах. Потому он и сказал даже да узб, как злодей. Если Господь его с беззаконными изменился, то тем более мог он. И как Господь не сделался от того причастным их без чести, так и он, то и кажется удивительным, что приобщившись им, не потерпел от них никакого вреда. Когда же решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августового полка именем Юлию. Мы зашли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами были Аристарх, Македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом, человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Смотри, до какого места Аристарх сопровождает Павла. Ко благу и к пользе случился здесь Аристарх. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров. Хорошо он поступает, дозволяя Павлу сходить к знакомым и получить пособие. Вероятно, Павел нуждался в этом после многих бедствий от уз, от страха, от беспрестанной перемены мест. Смотри, как писатель не скрывает и того, что он желал получить пособие. Затем опять искушение, опять противные ветры. Смотри, так всегда бывает в жизни святых. Избавились из судилища и подвергаются кораблекрушению и буре. Указывая на это, писатель и продолжает. И переплывши море против Килики и Памфилии прибыли в мир Ильикистия. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Хорошо это случилось, так что одни могли уведомить о Павле в Азии, а другие в Ликии. Смотри, как Бог не творит, здесь ничего особенного и ничего не изменяет. Попускает плыть при ветрах противных, но через это совершает чудо. А чтобы они плыли безопасно, он не попустил им выйти в море, но они постоянно держались берегов. Медленно плавая многие дни, едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошая пристань, близ которого был город Лосея. Но как прошло довольно время, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел. То Павел советовал, говоря им мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял корбчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. О посте говорится здесь, я думаю, иудейском, ведь они отплыли спустя долгое время после Пятидесятницы, и потому к Криту могли прибыть около самой зимы. Немаловажное чудо, что ради Павла были испортены и прочее. Таким образом, Павел приказывал им остановиться и предсказывал будущее. Но они, спеша и видя неудобства местности, хотели перезимовать в Финникии 458. И смотрели на строительство. Сначала они пустили корабль и отплыли. Потом, когда поднялся ветер, придались его течению и едва спаслись. А как пристань не была приспособлена к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финника, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они подумали, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежавши на один остров, островок, называемый Клавдою, мы едва могли удержать лодку. Поднявшие ее стали употреблять пособие и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз. А на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем мы избежали бы сих затруднений и вреда». Смотри, после такой бури он беседует с ними не для того, чтобы упрекнуть их, но желая, чтобы они, хотя на будущее время, верили ему. Потому случившееся он приводит во свидетельство истины того, что намеревается сказать. Предсказы два обстоятельства. То, что они должны будут выйти на остров, и то, что корабль погибнет, а плывущие на нем спасутся. Это было не предположение, а пророчество, и что ему надлежало предстать перед кесарем. Слова «даровал тебе Бог все» сказал он не тщеславен, а желая обратить плывших. Сказал не для того, чтобы они благодарили его, но чтобы верили словам его. «Даровал тебе Бог», было сказано Павлу. Этим выражается как бы следующее. «Они достойны смерти, потому что ослушались, но только по твоей милости происходит это». «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я, и которому служу, явился мне в эту ночь. И сказал, не бойся, Павел, тебе должно пристать пред кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров». В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море около полуночи, корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-нибудь земле. И вымеревшие глубину нашли двадцать сажен, потом на небольшом расстоянии, вымеревшие опять, нашли пятнадцать сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, что будто хотят бросить якорь с носа. Павел сказал сотнику воинам, «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Здесь писатель показывает, что корабельщики хотели бежать, не веря сказанному, но сотник с воинами верил. Поэтому Павел говорит ему, «Если они убегут, то вы их спасись не можете». Говорит, для того, чтобы удержать их, чтобы предсказание не осталось тщетным. Смотри, как Павел научает их любомудрию, как бы в церкви, и спасает среди самых опасностей. О смотрении Божьей они сначала не верили Павлу, чтобы самые события научили их верить. Что и случилось. Затем он убеждает их принять пищу, и они соглашаются. Сам принимает первый, внушая не только словом, но и делом, что буря нисколько не повредила им, но еще принесла пользу душам их. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, «Сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушаете ничего». «Потому прошу вас, принять пищу это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет и волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий от логи берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И поднявшие якори пошли по морю, и развязавшие рули, и поднявшие малый парус по ветру удержали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Опять дьявол покушается распрепятствовать исполнению пророчества. Воины хотели убить некоторых, но сотник удержало, чтобы спасти Павла. Так он был уже привязан к нему. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел, умеющим плавать, первым броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасать, а кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Спаслись. Спасшие же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Видишь ли, какое благо произошло от бури. Следовательно, буря была не следствием оставления Божия. Но, как скажут, они переносили ее без пищи, ничего не вкушая. Страх овладел им и не давал им чувствовать потребности в пище, так как они находились в крайней опасности. Случившееся произошло от времени года, но здесь тем большее чудо, что в такое время спаслись от грозившей опасности, как сам Павел, так через него и прочее. И, подняв малый парус, это сказал писатель, желая показать силу бури, которую они испытали. Потому что часто делается не так. Они спустили ветрило, то есть паруса. Это делают тогда, когда бывает сильный ветер, для того, чтобы уменьшить напор ветра. Они потерпели бурю в Адриатическом море, где спастись трудно. Откуда было известно, что плывло столько человек? Вероятно, их расспрашивали, зачем кто плывет, и узнали все. Они не ели ничего, потому что им было не до пищи столь среди великой опасности. И смотри, как для Павла не были бесплодны ни медленность, ни бедствие плавания. Он сделал это время времени мучения. А не маловажное дело, если все эти люди уверовали. Но обратимся к вышесказанному. Так как миновало много времени, и плавание уже было опасно. Смотри, как он чужд гордости. Чтобы незаметно было, что он пророчествует, и как бы говорит по предположению. Сказал, вижу. Они не поверили бы пророчеству, если бы он говорил, Бог, которому я служу, чтобы приготовить их. Неужели же душам надлежало погибнуть? Погибли бы, если бы не спас Бог. По естественному порядку вещей они могли погибнуть, но Бог не попустил этого. Сотник же, говорит писатель, более слушал кормчиво. Чтобы очевидно было, что Павел говорил не по предположению, кормчий, опытный в деле, говорит противное. Следовательно, слова Павла были сказаны не по предположению. Смотри, местность показывает, что он говорил не по предположению. Она была неудобна. Скорее, те говорили по предположению, которые советовали плыть далее. Но никакой пользы от того не произошло. Напротив, они подверглись буре и выбросили груз корабля. На это и указывает писатель, что побросали груз своими руками. Все это попускается для того, чтобы после они не оставались в неверии. Поднимается сильная буря, делается великая темнота. А для спасения от погибели выбрасывается и пшеница. И все. Это именно означает слова, что побросали и пшеницу. Павел сказал, подобало вам послушать меня. Видишь ли, как много содействовало внушение его и буря, и темнота. И смотри, как послушен делается сотник. Он отсекает лодку и бросает ее. А что корабельщики еще не верили, но поверили только после, не удивляясь этому. Они народ грубый и нескорый на послушание. Заметь, как и здесь мудро действует Павел. Он не укоряет их и не раздражается. Но, говорит кротко, так подобало. Он знал, что кто укоряет во время самого бедствия, того не скоро послушают. А когда большая часть бедствия пройдет, тогда скорее послушают. Потому он начинает опять говорить, когда исчезла всякая надежда на спасение. Тогда он и предсказывает доброе. Чтобы кто не сказал, что ничего такого не было, он прибавил эти слова. Когда, говорит писатель на 14-й, уже ночь молились. И страх их доказывает, что это было. Молились, говорит, чтобы спастись. И место было опасно. Это случилось в Азриатическом море. И продолжительный был голод. Из всего видно, что они были при смерти. Потому он и продолжает. Прошу вас принять пищу. То есть, чтобы вам не умереть с голода, примите пищу. И приняв пищу, говорит писатель, возблагодарил Бога. 462. Смотри, как благодарность, возданная им Богу за случившееся, не только укрепила их, но и ободрила. О них и сказал Павел, что не погибнет ни одна душа. Нужно было иметь совершенно уверенность, чтобы сказать, что они спасутся. И когда насыители стали облегчать корабль, выбрасывая пшеницу. Видишь ли, их убеждали только принять пищу. Они во всем так положились на Павла, что выбросили пшеницу. Впрочем, принимают и человеческие меры к спасению. И Павел не препятствует тому. Корабль разрушается днем, чтобы они не умерли от страха, чтобы и ты видел исполнение пророчества. Воины хотели убить узников. Видишь ли, как и за это они обязаны благодарностью Павлу. Для него сотник не позволил им умертвить узников. Мне кажется, что здесь были отъявлены злодеи, если воины намеревались умертвить их. Но так как они были удержаны от исполнения намерения, то этого не случилось. Но одни из них поплыли, другие понеслись на досках. И таким образом все спаслись и пророчества исполнились, хотя и не чрезвычайные по времени. Потому что Павел предсказал это не за несколько лет прежде, но при самом естественном ходе вещей. Когда уже не оставалось никакой надежды, тогда, получив спасение, они узнали, кто был Павел. Но скажет кто-нибудь, почему не был спасенный корабль? Чтобы они знали, какой избежали опасности, и как все это было делом нечеловеческой помощи, но десницы Божьи, спасающие и без корабля. Так праведники хотя бы подвергались буре, хотя бы находились среди моря или пучины, не терпят никакого бедствия. Но спасаются вместе с собой и других спасают. Если с корабля бывшего в опасности и потерпевшего крушение узники спаслись через Павла, то представь, что значит иметь святого мужа в своем доме. Много бурь постигает и нас, а при том гораздо более жестоких, нежели те на море. Но и нас Бог может спасти, если только мы будем слушаться святых, как те спутники Павла, если будем делать то, что они повелевают. И те спаслись не просто, но когда привнесли свою веру. Святой хотя бы был узником, совершает более, чем не узники. И смотри, что здесь случилось. Несвязанный сотник имел нужду в связанном Павле. Искусный кормщик получил помощь от некормщего, или лучше, от истинного кормщего. Ведь и Павел управлял не такой ладьей, но церковью вселенной, будучи научен от самого владыки моря, не искусству человеческому, но мудрости духовной. С этим кораблем случается также много крушений, много треволнений, духов лукавства. Изнутри брани, снаружи. Потому он поистине был кормчий. Посмотри и на всю нашу жизнь, не такова ли она? То мы пользуемся милости Божией, то испытываем бурю, то по собственному неразумию, то по нерадению подвергаемся бесчисленным бедствиям, особенно же потому, что не слушаем Павла. Спешим или туда, куда он не повелевает. Так, он и теперь плывет вместе с нами, только не в узах, как тогда. И теперь внушает и говорит плывущим по этому морю, внимайте себе, знайте, что под шести моем войдут к вам лютые волки. И еще в последние дни настанут времена лютые, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды. Это опаснее всех бурь. 2 Тимофея 3.1, Деяние 20.28, 463. Будем же пребывать там, где он повелевает в вере, а те безопасные пристани. Будем слушать более его, нежели нашего кормчего, то есть разума. Будем делать не то, что внушает этот кормчий, но что предлагает Павел, прошедший тысячи бурь. Не будем ожидать назидания от опыта, но раньше опыта избегать и огорчений, и вреда. Послушай, что говорит он. Хотящие бога счастья впадают в напасти. Будем верить ему. Ведь видите, что потерпели, не веревшие ему. Еще в другом месте он внушает, какие бывают кораблекрушения. Некоторые, говорит, отпали от веры, потерпели кораблекрушения в вере. Ты же пребываешь, чему научен, и что в вере на тебе. 1 Тимофея 1.19, 2.3.14. Будем слушать Павла. Слушай всего. Мы хотя бы подверглись буре. Непременно избавимся от опасности. Хотя бы 14 дней оставались без пищи. Хотя бы потеряли надежду спасения, хотя бы окружены были совершенным мраком. Избавимся от опасностей. Представим, что вся вселенная – это корабль. В нем есть преступники, сделавшие множество зол. Есть и начальники, и стражи, есть праведники, как Павел, и узники, связанные грехами. Если будем слушать Павла, то и в узах не погибнем, но избавимся от них. Бог верит ему и нас. Разве ты думаешь, не тяжкие узы – грехи и страсти? Ими связываются не только руки, но весь человек. Скажи мне, в самом деле, когда кто-нибудь, собравший множество имущества, не издерживает и не употребляет его на дело, но хранит у себя, не связан ли он хуже всякого узника нерасторжимыми узами корыстолюбия? Также, кто предает себя судьбе, не связан ли и он узами другого рода? Также, когда верят в приметы или волшебные значки, когда предаются неразумной похоти и сладострасти, разве это не хуже всяких уз? Кто же расторгнет эти наши узы? Необходима помощь Божья, чтобы расторгнуть их. И одно что-нибудь из этого может подвергнуть нас опасности. А когда и узы, и буря вместе, то представьте, сколько здесь опасностей. Подлинно. Что не может погубить нас? Голод, буря, злоба спутников, неблагоприятность времени. Но против всего этого устоял славный Павел. Так и мы будем иметь общение со святыми и не потерпим бурю. Или лучше, когда и случится буря, у нас будет ведра, тишина и безопасность. Та вдова была в дружбе со святым, и сын ее разрешен от смерти. И она опять получила сына своего живым. 4.4.4. Где ступают ноги святых, там не будет ничего прискорбного. А если это и случится, то для испытания и большей слави Божией. Пусть учащают попирать помост дома твоего ноги их, и дьявол не войдет в него. Это верно. Как дом, где благовоние, зловоние не имеет места, так там, где мира святости, демон существовать не может. Там веселье присутствующих, удовольствие и наслаждение душевное. Где терния, там дикие звери. А где странно приимства, там нет тернии. Оказанное милосердие острее всякого серпа. Сильнее всякого огня уничтожает терния. Не бойся. Дьявол страшится следов святых, как лисицы и львов. Праведный, говорит, премудрый. Как лев, уповая. Притча 28.1. Ведем этих львов в дом свой, и все звери обратятся в бегство. Хотя они и не будут звать громко, но говорить просто. Не так рычание льва обращает в бегство диких зверей, как молитва праведника прогоняет демонов. Лишь только произнес он слово, они уже исчезли. Где же скажешь эти мужи? Везде, если будем верить, если будем искать, если будем домогаться. Где ты искал их, скажи мне? Когда ты занимался этим делом? Когда заботился об этом? Если же не ищешь, то не удивляйся, что и не находишь. Потому что ищущий находит. А не тот, кто не ищет. Послушай о живущих в пустыне. Снеси туда золото и серебра. А не по всей вселенной. Если ты не принимаешь святого в своем доме, пойди сам к нему, побудь вместе с ним, посети его жилище, чтобы найти его и получить от него благословение. Великое дело благословения святых. Постараемся же получить его, чтобы при помощи молитв их нам сподобиться милости от укрепляющего их Бога, благодати и человеколюбия Меденародного Сына Его, с которым отцу со святым духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.